Не так давно наш телеканал рассказывал историю о столичной многоэтажке по адресу Ракетная 32-82. Там в сентябре прошлого года начался плановый капитальный ремонт лифтов. Кабины были отключены от электричества и людям объяснили, как только оборудование обновят, подъемники вновь заработают. К сожалению, спустя даже несколько месяцев механизмы по-прежнему оставались без движения. После выхода сюжета на телеканале ИТВ к нам в редакцию обратились жители дома и сообщили, рабочие вышли на свои места и готовят лифты к запуску. Лифты красивые, слов нет. Но его движение вызывает сомнения. Вот все там дребезжит, тарахтит. У нас был лученький немножко лифт в нашем именно подъезде. Я не знаю, там. Но работа, конечно, у этих людей, которые выполняли ее, безусловно, очень тяжелая. Светлана Бережко подчеркивает, теперь необходимо провести работу с жильцами дома и объяснить людям, как пользоваться новыми лифтами, ведь старые значительно отличались от современных аналогов. Другая, не менее важная задача – наказать подрядчика, который сорвал установленный срок капитального ремонта. Симферопольцы сетуют, этим должны заняться контролирующие органы, ведь 4,5 месяца люди испытывали серьезный дискомфорт в передвижении. Мне 78, мне 71. Как ходить? Пока что некоторые жильцы дома относятся к новым лифтам с опасением. Некоторые путаются в кнопках, другие и вовсе боятся застрять между пролетами. Тех, кто живут на этажах повыше, установленными кабинами довольны. Одним словом, сколько людей, столько и мнений. Но факт остается фактом. Подняться на самый верх многоэтажки сейчас можно без особого труда. Теперь подняться с первого на последний этаж. Житель дома пульса ракетная могут меньше, чем за одну минуту. Достаточно лишь нажать на кнопку, и кабина постепенно начинает движение. Для многих наших телезрителей такая процедура является обычной. Но для людей, которые в течение четырех месяцев ежедневно пешком преодолевали десятки ступеней, работающий лифт – долгожданное спасение. Жители дома подчеркивают, из всей этой ситуации нужно сделать грамотные выводы и не допускать подобных затяжных ремонтов в дальнейшем. Следует помнить, что среди квартирантов в Симферополе не только молодежь, но и люди преклонного возраста, для которых лифт – механизм, обеспечивающий нормальную жизнь. Егор Зайцев, Петр Куций, Служба новостей и ТВ.